ребята всем привет в одном из недавних видео я вам рассказывал про про виды сабвуферов про мощность сабвуферов и сегодня я вам расскажу про настройку сабвуферов ну при все приведу на примере одного конкретного сабвуфера это bowers and wilkins as6 я вам расскажу все на свой вкус вот но ваш вкус отлично может отличаться от моего и могут быть нюансы плюс есть разные нюансы помещения все остального вот но я расскажу в общих чертах на свой вкус может где-то это вам поможет тоже во первых начну с того что значит не буду заново все пересказывать сегодня мы рассказываем рассматриваем только вид активного сабвуфера и начнем с того что во первых какой сабвуфер вам нужен домой ну я так скажу в общих чертах не вдавая там очень сильные подробности а так исходя из своего опыта хотя опять же у каждого свой вкус не всем мои варианты подойдут вот но в общих чертах ориентируясь на мой вкус безусловно принципе чем больше динамик тем лучше но это не значит мощнее и глубже то есть это так в чертах это лучше потому что чем больше динамик тем шире волна тем больше она наполняет ваше помещение значит если не рассматривать чувствительность динамика мы и не будем рассматривать потому что подавляющее большинство производителей сабвуфер не пишет чувствительность динамика то то во первых сабвуфер должен быть опять же это все на мой вкус я вам сказал на мой вкус дальше вы думаете сами должен быть в полтора в два раза больше мощнее чем 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 мощность рмс колонок ну то есть если мощность колонок рмс по сабвуфера мощность тоже соответственно в рмс так вот она должна быть в полтора в два раза мощнее потому что вас потребляет больше мощности при этом вы слышите его меньше и вам надо компенсировать вот эту разницу плюс колонки у вас играет пара а сабвуфер у вас например 1 до в идеале два сабвуфера а еще круче 4 но но мы исходим с того что у обычного стандартного человека один сабвуфер то есть поэтому мой совет оптимально если сабвуфер минимум в полтора в два раза мощнее чем колонки второй важный нюанс как я вначале сказал же на мой вкус не нужен вам сабвуфер который играет например вот там от 16 от 18 герца потому что это та частотная характеристика которую вы фактически не слышите да вы ощущаете ее вибрацию но вы ее почти не слышите при этом она жрет немерено мощи она живет больше всего мощи поэтому для дома ну какой для квартиры например наиболее оптимальный сабвуфер который играет скажем например для квартиры это где-то вполне можно там начиная там с 25 из 30 герц для для скажем частного дома да это вполне может быть и 20 герц но я бы не советовал опускаться ниже 20 герц хотя опять же вы выбираете сабвуфер просто имейте ввиду что например если у вас у колонок номинальная мощность 100 ватт у вас саб играет например вот 30 герц то вам достаточно если саб будет например с номинальной мощностью у нас колонки 100 ватт у сам где-то допустим там где-то 150 200 ватт если у вас саб играет от 20 герц скажем так например от 22 25 герц где-то так то вам к этим колонкам будет достаточно саба мощностью где-то 300 400 ватт а если у вас саб играет от 18 герц то вам уже нужен саб который у которой мощность будет минимум 400 ватт к 100 ваттным колонкам а лучше даже где-то там 600 800 ватт опять же мы не говорим про чувствительность элементов мы говорим так общих понятиях про мощность вот дальше что касается сабвуфера значит смотрите скажу в общих чертах про расположение сабвуфер в помещении это в общих чертах там очень много разной специфики у кого какой формы помещения какие стены какие полы и все остальное вот у меня например тут и лежит как ковролин у меня тут все сабы с пол играет но очень плохо потому что ковролин душит бас вот а вот наиболее оптимально он играет как раз отсюда со стола вот в таком положении причем некоторые сабвуферы хорошо играет когда вот например горизонтальный динамик вот так вот стоит а некоторые сабвуферы лучше играют когда горизонтальный динамик стоит куда-нибудь например вправо динамиком и фаз инверторами то есть это все зависит от сабов как бы от модели вообще же если допустим у вас хорошее помещение подходящие для сабвуфера то оптимально сабвуфер ставить куда-нибудь в угол то есть там в левый угол или там правый угол и скажем расстояние от углов ну я вам даже сделал лучше я вам не скажу а я вам покажу секундочку ну вот условно говоря где-то вот так вот то есть если у вас например там например где-то двухсотный сабвуфер с горизонтальным динамиком то вот где-то вот вот так то есть до стен скажем так грубо на вскидку где-то ну сантиметров 20-30 если у вас саб мощнее скажем там где-то там 400 там 600 800 ватт тогда желательно чтобы эта вибрация меньше передавалась на стены то желательно отодвинуть его от стен еще немножко подальше скажем сантиметров где-то на 40 ну сейчас покажу скажем вот запомните вот это положение это например саб до 200 ватт теперь покажу саб например от 400 ватт не знаю заметили вы разницу или нет но здесь уже расстояние становится больше если сабвуфер динамиком в пол то в принципе система приблизительно такая же только может быть немножко увеличиваем расстояние то бишь скажем тогда до стены ну в принципе так же по большому счету то есть если у вас там сам допустим динамиком в пол и рмс мощность у него там честно рмс мощность 100 ватт то те же самые там сантиметров 30 от углов если у него там мощность рмс например там 400 ватт и он динамиком в пол ну тогда где-то вот уже такая разница до стены то есть сантиметр где-то но около 40 сантиметров приблизительно вот если у вас там киловатт и сабвуфер ну значит надо там минимум по полметра ставить от углов вот потом следующий нюанс ну вот опять же видел взять специфику мать моей комнаты вот у меня например на полу ковролин и стены материал не такой не идеальный для прослушки то в моем помещении оптимально сабвуфер играет вот на этом столике если у вас например сабвуфер маленький то есть вот не такой вот скажем уже такой нормальный активный сабвуфер там там 200 400 ватт если у вас сабвуфер маленький наподобие компьютерного сабвуфера то там два варианта или вы ставите его например на стол перед собой например вот у вас компьютерный стол то либо вы его ставите куда-то вот сюда например в угол либо второй вариант еще лучше например если у вас там наверху есть какие-то полки то поставить его выше тогда наполняемость этим слабым сабвуфером у помещения будет значительно больше чем если он будет с пола потому что если вы слабенький какой-нибудь там logitech z623 поставите сабвуфер на пол то вы с него почти ничего не получите толку будет мало вот это ну это так ребята чисто в общих чертах потом какие еще есть нюансы сабвуферов например вот настройка сабвуфера динамиков пол она значительно легче там вариаций гораздо меньше там не надо сильно мудрить как бы достаточно просто но когда горизонтальный динамик то настройка сабвуфера сложнее значит дело в том что по своему опыту я заметил такую вещь что некоторые сабвуферы играют вот например у меня место я сижу вот здесь и некоторые сабвуферы играют хорошо когда динамик смотрит вот прямо на вас вот как сейчас а некоторые сабвуферы играют то есть как бы у вас слышимость значительно лучше когда сабвуфер находится под немножко под углом от вас сейчас я вам покажу секунду ну то есть он динамик условно говоря не смотрит на вас напрямую а его волна вот эта основная центральная волна она как бы задевает вас боком и не столь суть важно будет динамик от вас смотреть немножко левее или немножко правее но это зависит все от конкретных моделей сабвуферов то есть какое-то играет лучше когда с динамик смотрит прямо на вас а какие-то когда динамик смотрит на вас по касательной не прямо на вас вот теперь но скажем так по установке это в общих чертах все там конечно много очень разных нюансов но это так в общих чертах теперь переходим к обзору задней панели и настроек сейчас я поставлю сабвуфер обратно секундочку так что мы имеем сзади сабвуфера и что нам тут нужно во первых такой момент что начнем с фазы сабвуфера значит нулевая фаза это у вас сабвуфер играет лучше смысле не лучше а динамик двигается наружу фаза 180 градусов это динамик движется вовнутрь причем тут два важных как бы два важных таких момента во первых опять же ребята по опту говорю некоторые динамики все зависит от конкретных помещений некоторые динамики в конкретных помещениях играют лучше при нулевой фазе а некоторые динамики играет лучше при вот этой фазе 180 градусов вот но тут еще есть и третий нюанс это насколько этот бас будет спиваться с басом ваш колонок то есть одно дело если вы будете просто настроить чисто только саб и другое дело если включите свои колонки будете настраивать сабвуфера в купе с игрой колонок то это может быть чувствительная разница вот это что касается фаза то есть иногда лучше фаза 0 градусов иногда лучше 180 градусов но ребята есть тут еще один нюанс он заключается в том что в большинстве ресиверов тоже есть регулировка фазы сабвуфера то есть вы можете переключать фазу сабвуфер не только на сабвуфере но и в самом ресивере там есть нормал и есть реверс по-моему так это называется называется если не ошибаюсь вот то есть это делается просто проверять какая фаза вам нравится больше 0 или 180 градусов и причем мой совет такой не делайте это когда у вас сабвуфер играет то есть поставили музыку на паузу переключили фазу и включили опять на мой взгляд я не не технический специалист но на мой взгляд это достаточно вредно когда вы во время игры во время движения динамика меняете фазу но возникают эти пертурбации при этом перемене и это не есть хорошо как для динамика так возможно и для усилителя если помещение сложное то иногда можно поиграться фазами скажем вот какими-то другими такими средними положениями вот например тот же самый сабвуфер велодайн с извините свссб 16 ультра который у меня был в том дурном помещении самая оптимальная фаза оказалась где-то вот так вот остальные 0 180 ну никак там не играли вот такая еще как-то более-менее играла вот это что касается фазы теперь есть у большинства сабвуферов вот это вот стендбай что он означает он означает что если вы ставите например на он это значит сабвуфера всегда включен на of это сабвуфера всегда выключен на авто это значит он у вас находится в режиме ожидания и когда поступает на него сигнал басовый который сабвуфер воспроизводит то он автоматически включается там скажем задержка там несколько секунд ну допустим там через пять секунд просто как сигнал начал поступать есть сигнал какое-то время не поступает не знаю у разных сабвуфер по-разному ну где-то скажем например там 20 секунд то сабвуфер уходит в этот режим ожидания то есть происходит экономия энергии вам не надо каждый раз сзади включать выключать то есть он сам это регулирует вот но с другой стороны если у вас в доме бывают скачки напряжения то вот эта фаза с точнее вот это положение стендбая на авто это не лучший вариант теперь дальше в чем разница между этими клеммами и этими скажем большой серьезная разница нету там возможно есть какая-то еще разница я вам не подскажу но для себя я открыл главную основную разницу что это колокольчики у вас на вход им это колокольчики для выхода с ресивера но если у вас усилитель у которого нет специализированного выхода на сабвуфер то тогда с усилителя вы провода ведете на вход то есть левая колонка идет то есть с усилителя провод вышел зашел сюда в сабвуфер левый левая колонка и правая колонка то есть с усилителя у вас пошло прежде всего провода пошли в сабвуфер и потом уже левую колонку выводите из сабвуфера на колонку ну то бишь эти провода то есть соединение такое что с усилителя провода идут сабвуфер на обе колонки и потом сабвуфера провода идут дальше на колонке тогда опять же сабвуфер берет необходимую ему напряжение и необходимую частотную характеристику и он у вас играет том числе от усилить с усилителем у которого нет для этого предназначенного специализированного выхода на сабвуфер причем здесь такой момент что если у вас сабвуфер включен он то когда идет сигнал с усилителя через сабвуфер на колонке то сабвуфер играет если у вас сабвуфер выключен то колонки через сабвуфер все равно будут у вас играть но просто в этот момент не будет играть сабвуфер то есть при выключенном сабвуфере колонки все равно через этот проход будут вас играть дальше что тут у нас еще есть значит теперь вот смотрите левел иногда очень редко пишут волюм но в целом пишут обычно левел тут есть очень важный ребята нюанс я очень часто слышу вот эту глупость вот например у кого-то стоит вот так вот регулировка у него там долбит неплохо и он говорит ребята у меня саб играет почти на минимуме у меня еще такая мощь тут внутри я даже боюсь включать его неправильно совершенно неправильно дело в том что усилитель сабвуфера он увеличивает в разы я вот не технический специалист я не скажу вам конкретно насколько он увеличивает но условно говоря он увеличивает в разы входу и мощность и например у вас саб мощность рмс например 100 ватт например у вас регулятор находится здесь и допускайте допускай даже на максимуме например и у вас например на максимум сабвуфер но на максимуме усилитель сабвуфер увеличивает входящий сигнал например в 10 раз так вот ребята если у вас сюда заходит 2 ватта он увеличивает 10 раз и на этом положении регулятор у вас играет 20 ватт но если в сабвуфер заходит например 10 ватт то на выходе вы у нас на 10 у вас играет уже 100 ватт и это как бы предел сабвуфера а если заходит 20 ватт умножаете на 10 200 ватт это уже перебор для сабвуфера вы можете его спалить то есть там же будут слышим и серьезные искажения все остальное то есть это не означает что если у меня регулировка регулятор здесь то у меня еще целая половина мощности это может быть как половина это может быть как там что-то в районе не знаю четверти так это может быть и уже перебор по мощности потому что если обратили внимание вы не трогайте регулятор но вы добавляете например на ресивере или на усилители громкость и громкость сабвуфера растет вместе с тем как вы добавляете громкость на ресивере это потому что увеличивается входной сигнал и соответственно увеличивается выходная мощность на динамик сабвуфера при этом вы регулятор не трогайте он остается там же поэтому если домой приходите например например начинаете тестить сабвуфер всегда рекомендую начинайте крутить начинайте добавлять бас с минимума найдите комфортно для себя уровень и дальше используйте никогда не подключайте сабвуфера на максимуме почему потому что мало ли какие-то резкие сопротивление проводов или что будет скачок и усилок сабвуфера работать на максимуме вы можете спалить его это во-первых во вторых даже у ресиверов у них у всех разные ну не у всех но встречается разный выходной сигнал на сабвуфер мало того что в ресиверах есть регулировка мощности выходного сигнала на сабвуфер так помимо этого если допустим на всех ресиверах регулировка выходного сигнала на сабвуфер стоит на нуле тем не менее на каких-то ресиверах сабвуфер на той же самой вот допустим на этом положении будет играть тише с каких-то ресиверов. Он будет играть громче. И это даже не будет зависеть от... Вы будете запускать одну и ту же музыку с одного и того же источника. Но, например, условно говоря, на Sony ресивере у вас на этом положении, при том, что в настройках в Sony ресивере выход на сабвуфер на нуле стоит, ну, по центру, то на Sony, например, в этом положении будет играть очень тихо, а на Yamaha вам придется отбавлять, потому что это будет играть уже громко. Ну, это так. В общих чертах тоже, опять же, есть много разных нюансов, но, скажем так. Вот. Теперь следующий момент. Срез частоты. Значит, ребята, чтобы вам понимать, я вам скажу одну простую вещь. Любой ресивер, который вы сбрасываете на заводские настройки, у вас по умолчанию на всех ресиверах выставляется срез частоты на сабвуфер в 80 Гц. Так вот, исходя из своего опыта, я скажу, что в 90% случаев 80 Гц, но, опять же, это все говорит про свой вкус, 80 Гц – это самая оптимальная частота, независимо от того, с какой частоты играют у вас колонки. То есть, мои слова, они сейчас предназначены не для аудиофилов, а для обычных пользователей. Объясню, почему. Потому что если вы срез поставите на 40 Гц, да, у вас будет идти этот сочный низ, но у вас упадет слышимость сабвуфера. То есть, он будет играть у вас гораздо тише. Вибрации будут идти столько же, даже, может, чуть больше, а вот слышимость будет сабвуфера более низкая. Посмотрите, я под этим видео поставлю ссылку на тест разных частот сабвуфера, именно на громкость. Какая частота сабвуфера, какую громкость выдает при той же одинаковом положении мощности. То есть, положение мощности я там не трогаю, а подаю просто разные частотные характеристики. И вот, например, 20 Гц играет, вы его практически не будете слышать, а играет у вас там 60 Гц, и вы уже очень хорошо слышите. То есть, как бы, одно дело, чтобы у вас был сочный вот этот низ, и другое дело, чтобы у вас была слышимость этого баса. Потому что мы в первую очередь воспринимаем ушами, лишь только потом вот эту, скажем, вибрацию. То есть, если у вас будет, скажем, высокая громкость баса, но не будет вибрации, то, в принципе, это не будет критично. Но если у вас будет сильная вибрация, но при этом вы не будете слышать баса, то вот это будет критично, вам это уже не понравится. Поэтому даже производители по умолчанию в ресиверах, если вы сбрасываете на заводские настройки, они ставят 80 Гц. Это оптимальная частота. Но иногда на некоторых сабвуферах, особенно на дешевых, там уже приходится этим регулятором играть, где-то будет оптимальное положение 120 Гц, вам не будет хватать громкости, где-то будет там, наоборот, 50 Гц средства частоты. Вообще, что он срезает? Этот срез срезает все, что выше этой характеристики. То есть, например, если у вас сабвуфер играет от 20 до 200 Гц, то при вот этом положении он у вас будет играть от 20 до 160 Гц. При этом положении он будет у вас играть от 20 до 100 Гц. при этом положении он будет у вас играть от 20 до 40 Гц. И это будет мало, вам этого не будет хватать. Ну, не всегда, но в большинстве случаев. Тут еще этот срез актуален и очень зависит также от свойств помещения. То есть, где-то можно сделать побольше, где-то поменьше, но оптимально вот я ставлю, я, как правило, ставлю 80 Гц. и в редких случаях бывает, что мне приходится что-то на каких-то моделях там ставить другой срез. В большинстве случаев, в 90% случаях оптимально вот именно этот самый 80 Гц. И вот я еще забыл сказать такой момент по поводу регулировки громкости. Мой совет, я не знаю, может мне показалось, но я заметил такую фишку, что лучше не ставить громкость сабвуфера на максимум, а если вам не хватает, ну, регулировку, этот левел, а если вам не хватает, то лучше даже добавить на ресивере, накинуть там у вас в меню будет громкость, регулировка громкости каналов по отдельности, регулировка громкости сабвуфера. Я не про вот этот главный этот громкость регулятор, этот горшочек круглый, а про то, что в меню. И если вы видите, что скажем, у вас оптимально он будет играть вот при таком положении регулировки, то я советую лучше добавить громкость в ресивере, вот на этот канал, на сабвуфер именно, левел, чем и отбавить немножко здесь, потому что исходя из своего опыта, не раз замечал, что вот здесь, например, сигнал саба идет хороший, а здесь сабвуфер, да, он не обязательно играет тут на максимум, но усилитель увеличивает мощность сигнала максимальное количество раз, ну, например, если это там 10, то здесь он увеличивает там, 8 раз, и для него это нормально, здесь он увеличивает на свой максимум на 10 в 10 раз, и условно говоря, он уже в каком-то смысле, в каком-то смысле, не совсем так, но в каком-то смысле работает на пределе, Поэтому при таком положении у вас могут быть заметно некоторые, не сильные, но падение качества баса. А если вы немножко отбавляете, то вы обнаружите, что вот здесь бас играет лучше, чище. И еще один такой нюанс, который скажу по поводу сабвуфера. Я, например, если отбывает сабвуфер с одним колокольчиком, там понятно. Я поставил нормальный. Здесь, например, вы видите два входа, два колокольчика. Значит, если у вас с ресивера идет один выход на сабвуфер, а не два, то я бы советовал купить двойник, который делает из одного колокольчика два. То есть у вас из ресивера выходит один колокольчик, и дальше двойник раздваивает, его провод такой раздваивает на два. И тогда с ресивера выходит один, а сюда идет два. Я не могу вам, честно скажу, это технически объяснить, но звук при таком положении становится немножко интереснее, как бы не знаю, качественнее или некачественнее, но как-то вот приятнее на слух. И второй нюанс, что, опять же, не могу это гарантировать, но вот мне так показалось не раз на разных сабвуферах, как будто вот мощность сабвуфера, вот до того момента, как начинают идти искажения, она становится как будто чуть-чуть выше. То есть технических объяснений я вам это не объясню, я это просто рассказываю со своего опыта. То есть, во-первых, когда у вас сюда два колокольчика заходят, во-первых, у вас бас становится немножко интереснее и красивее, возможно, это вот разница там, не знаю, моно и стереоэффект, не знаю, хотя, в принципе, все равно один провод с ресивера выходит, не два. Вот, но дальше идет разделение, и сюда заходит два. И второй момент, что как будто мощности становится немножко больше. Это я бы, я бы это, знаете, как сказал, я думаю, что то, что я сейчас скажу, скорее всего, неправда, но я бы объяснил это так. Когда у вас, например, идет сюда два колокольчика, условно говоря, то есть это, скорее всего, не так, это я, но чтобы понимать, как бы, у вас, условно говоря, внутри находятся два отдельных усилителя. И вот, когда у вас идет один колокольчик, то этот усилитель, эти два отдельных усилителя, они соединяются и работают, как один усилитель. И в итоге они работают, как сказать, немножко хуже, то есть один немножко частично перекрывает другой. Но, когда у вас заходят сюда два, то каждый усилитель включается по отдельности, и поэтому сигнал становится немножко лучше. Это вот как вот бямпинг на колонках. Но, то есть, я понимаю, что это на 95% это не так, но, скажем, я этим словами попытался вам объяснить общую систему. Может, кто-то в комментариях объяснит это более правильно, почему появляется вот эта разница в звуке. Почему, допустим, с двух колокольчиков звук, во-первых, он немножко лучше, по крайней мере, мне так показалось, а во-вторых, он немножко мощнее. То есть, не только лучше, а и на немного большей мощности остается вот эта чистая игра с сабвуфером. Вот. Ребята, ну, вроде в целом все рассказал. Добавлю еще одну такую простую вещь, о чем я рассказывал в своем видео. Я оставлю линк под видео, вы сможете там посмотреть про мощность сабвуферов. И я еще раз повторюсь, что приблизительно, что если вы хотите знать не номинальную мощность сабвуфера, а максимальную мощность сабвуфера, а точнее усилителя, то на ресиверах и усилителях этого, как правило, не пишут, а на сабвуферных усилителях это пишут. Так вот, мощность, это даже, в общем-то, физика, формула, это сила тока, умноженная на напряжение. Так вот, 4 ампера на 250 вольт, максимальная мощность этого усилителя 1000 ватт. Но, как сказал один человек, наверное, он все-таки прав, не знаю, что предохранитель ставится обычно на 20% сильнее, мощнее, чем сама техника. Поэтому, скажем, например, по предохранителю у него 1000 ватт, если убираем эти 20%, значит, соответственно, реальная максимальная мощность получается порядка, там, где-то 800-850 ватт. Но это максимальная мощность, то есть это не рабочая мощность, это та мощность, при которой, там, скажем, секунду и он у вас вырубится. А реальная рабочая мощность будет где-то приблизительно, опять же, все зависит от усилителя, у каждого по-своему, но приблизительно в 2 раза меньше. То есть, по сути, вот так вот и есть. Не смотрите на эту цифру всегда, что это, там, номинальная мощность или что-либо. Эта цифра может означать совершенно разные понятия. Гораздо более правильный именно вот этот показатель. В данном случае, в данном случае, где-то 800 ватт максималка, 800-850. И, как я сказал, около половины, то есть, в данном случае это честный показатель, где-то 450 ватт, это номинальная мощность усилителя. Плюс с нее надо снять коэффициент полезного действия КПД. То есть, здесь, скорее всего, усилитель аналоговый, не дигитальный, значит, соответственно, КПД там где-то 40-50%. Значит, получаем, что усилитель номинальная мощность 450 ватт, а выходная мощность на динамик с учетом 40-50% КПД может быть номинальная где-то до, например, там до 200 ватт. Ну, это так. Вообще, в принципе, в принципе, есть еще одно правило, оно, в принципе, тоже с этим связано. Так вот, мощность РМС не номинальная, а честная мощность РМС, это 20 Гц-20 кГц и с искажением менее 1%, как правило, приблизительно. Составляет на 1 Ампер 100 Ватт. То есть, если у вас 4 Амперный предохранитель, значит, мощность РМС где-то около 400 Ватт. И в данном случае это так и есть, как я сказал. Но, один важный нюанс в том обзоре про мощность сабвуферов, я об этом рассказывал, имейте одну важную вещь в виду. Пускай у вас выходная мощность усилителя, там, 200 Ватт. Ребята, это выходная мощность усилителя. Но, это не мощность динамика. А мощность динамика может быть уже совершенно другой. Обычно она на 20-30% меньше мощности усилителя. Но, это не какое-то золотое правило. Условно говоря, вам могут поставить усилитель на 1000 Ватт, а динамик у вас там будет стоять всего лишь 100 Ватт. То есть, это уже там начинается маркетинг. То, как, что дешевле ставить. Динамик или усилитель. Вот. Все, ребята. Вроде про все рассказал. Вроде особо ни про что не забыл. В общем, на том все. Ну, а дальше вы знаете, что делать. Как всегда, пишите ваши комментарии. Что вы думаете. Может, где-то я ошибся. Поправьте меня. Только, ребята. Не просто словом, да ты не прав. Да это не так. Пожалуйста, конкретикой. То есть, фактами какими-то. Почему я где-то ошибся. Потому, что я тоже не являюсь каким-то мега специалистом. Я рассуждаю о своей практике. Практика у меня, ребята, достаточно большая, серьезная. Сабвуферы у меня были разные. Назову лишь некоторые модели. СВС-СБ-16 Ультра. Реал Квейк. Реал Т7. Реал Т5. Велодайн СПЛ-800. Велодайн СХ-10 КУТ. По-моему. Ямаха и СТ-СВ-1500. Ямаха и СТ-СВ-800. Пятисотые, трехсотые модели. JVC-САБы с пятнашками. Ой, я уже, знаете, их столько у меня САБов было. Я уже всех и не помню. Кват. Лайт 2. И много еще. Я уж молчу вообще про Джамма САБы. Джамма САБ-600, 650. Джамма САБ-800. Джамма 300 какие-то модели. И куча-куча разных других. И не только Джамма. Еще много разных. Поэтому, как бы, ну, некоторый опыт общения с сабвуферами у меня, скажем так, вполне имеется. Все, ребята. Извините, если немножко затянулось. Значит, еще раз. С вас лайк, если вам понравилось и было полезно. С вас комментарии. Что, может быть, какие-то ваши мысли по этому поводу. Можете, кстати, в комментариях писать, о чем бы вы еще хотели от меня услышать, чтобы я рассказал, если вам понравилось. Вот. И кто не подписался, подписывайтесь. Все, ребята. Всем пока-пока.